Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Ну, есть такое ощущение дежавю. Прошло полгода, и вот мы опять общаемся с нашими собеседниками исключительно по Зуму. Опять локдаун. Теперь уже комендантский час не так, как было прошлой зимой по выходным и праздникам, а каждый день. В 20.00 должны быть все дома. Ну, вот такой период мы переживаем. Сейчас мы поговорим, может быть, с психологической точки зрения, как нам пережить локдаун номер два и когда этот ужас весь закончится. Алена Яковлева у нас в студии, хотел сказать, посредством Зума, через экран так общаемся, к сожалению. Да, доброе утро. Доброе утро. Да, ну вот вы очень много общаетесь по работе с сеньорами, вот с людьми пожилого возраста. С одной стороны, кто-то может сказать, что им легче, потому что это люди такого поколения, которые чего только не переживали. И понятно, что в силу возраста, проблем со здоровьем, может быть, они не так часто и выходят в свет, скажем так. И, может быть, для них вот это вот слово такое латышское, из майседа, его называют как хотите, там, локдаун, домашний арест, называйте как хотите, но в любом случае для них вот это сидение дома, ну, может быть, стресс не вызывает. И тем не менее, понятно, что пожилые люди, тревожность, необходимость вакцинироваться и так далее. Вот как вы оцениваете вообще весь этот период? И что будет на ваш взгляд дальше, может быть, с такой психологической точки зрения? Вы знаете, в силу своей профессии, да, по узкому направлению я работаю как Golden Age специалист, в силу широкого своего профиля как психология, психотерапия, я работаю со взрослыми людьми. И что мы наблюдаем? Как я обратилась уже к своим всем клиентам, я говорю, дорогие друзья, мы переживаем самый настоящий период эволюции, как Дарвин и описывал, мы с вами эволюционируем. Локдаун был в прошлом году, мы как-то его пережили, и теперь на основании этого опыта полученного мы уже встретили новый локдаун, уже не так страшно для нас, как в прошлый раз. Потому что сейчас мы имеем уже опыт проживания, как это было. И опираясь на этот опыт, мы уже можем находить для себя какие-то пути реализации или выхода из данной ситуации. Что касаемо страхов, страхов уже в обществе не так много. Вот депрессивных настроений и таких пессимистических, у панического, да, этого больше стало. Люди стали чаще обращаться за психологической помощью, за экстренной психологической помощью. Это наблюдается в нашем сегменте деятельности очень остро, и детская, и взрослая психологическая помощь стала более востребована. Но я своим клиентам всем говорю, давайте посмотрим на то, что есть с точки зрения пространства, и раздвинем наше представление о нашем собственном пространстве. И у нас всегда есть с вами два пути. Первый – посмотреть с точки зрения минуса, второй – с точки зрения плюса. Все-таки нужно ориентироваться на то, что я сам могу сделать из того, что есть. Начиная с прививки, конечно. Все, что я могу начать, с чего это, дорогие друзья, вы должны прежде всего беспокоиться о себе сами и прививаться. Да, вот это и хорошо, что вы закончили эту фразу именно словом «прививаться», потому что, не знаю, насколько здесь умеется такую терминологию использовать, но создается такое ощущение, что антиваксеры, так их называют, на данном этапе вот в этом таком негласном бою или гласном побеждают, потому что в результате все общество посажено на карантин, если так можно сказать, и даже, ну это, наверное, больше такая политическая проблема, и даже вот бодрые заявления, обещания министров максимально не ограничивать тех, кто полностью завершил процесс вакцинации, не оправдались, поскольку на локдауне сидим, в локдауне находимся мы все, и вот это такой символический жесть отмена льгот на проезд в общественный транспорт для всех, ну вот пожилой человек вакцинировался, ему говорят, ну вы знаете, ну вот из-за того, что твой сосед не вакцинировался, ты тоже будешь наказан, да, вот, ну я так, может быть, чуть-чуть утрирую, но вот, к сожалению, получается так, что в этой информационной войне, а те, кто вот следят за социальными сетями, они видят, что была самая настоящая война, то есть один комментарий сторонника вакцинации, на него набрасываются, там, несколько человек, вот, противников, да, используя любую терминологию, и все, и в результате те вот, которые сомневающиеся, они, мне кажется, тоже частично подпадают под влияние вот этих антиваксеров, уже не прививаются, и мы все сидим дома, ведь это тоже удивительно, что мы действительно единственная страна в Европе, которая оказалась в ситуации вакцина, но через полгода после наличия вакцинации, я понимаю, прошлой зимой не было вакцин во всем мире, ничего другого не оставалось, как просто всем закрыться, ни с кем не общаться, и пытаться таким вот образом разорвать цепочку вот этого заражения, теперь нам говорят все то же самое, что надо разорвать цепочку заражения, это при том, что у нас уже полгода доступны вакцины, при том разные. Знаете, я бы в силу, наверное, своей деятельности очень четко разделила политику, медицину и личное отношение человека к тому, что происходит. Политика делает свое дело, здесь нужно слушать медиков, то, что говорят медики, потому что только они видят изнутри всю полную картину, которая происходит у них в отделениях, только они видят изнутри, как на самом деле протекают заболевания и сколько тяжелых. Мне кажется, что сегодня их главное слово должно быть. С точки зрения политики и политических решений, ограничиваний и прочего, я не буду комментировать, пусть это останется на уровне политиков, но с точки зрения собственной безопасности я бы хотела вот скорее обратиться к самому человеку, к персональному человеку. На карту сейчас поставлена жизнь человека и безопасность. Пусть каждый решит сам для себя, поставит на одну чашу весов то, что он слышит, на другую то, что для него ценно и примет решение в пользу своих собственных ценностей. Вот что сильнее, то, что слышишь или то, что для тебя важно и ценно? И, в принципе, выбор может человек делать сам. Да, нас как-то принуждают, как-то нас активируют, побуждают, но об этом пусть каждый решает сам. Это очень персональное решение каждого. Потому что, так как люди между собой раньше ссорились, и сейчас у меня просто какое-то дежавю, мы в прошлый раз с вами говорили, что раньше ссорились люди о политике, теперь люди ссорятся между собой в близких кругах о вакцине, кто за вакцину, кто против вакцины. Но этот спор не имеет никакого значения, потому что каждый болеет или здоров отдельно, самостоятельно. Мы не можем за кого-то переболеть или за кого-то выздороветь. Мнение иметь можем, делиться мнением можем, но здоровье у каждого свое, и жизнь тоже своя. Что там больше доминирует, страхов или убеждений? Знаете, извините, я вас перебила, но у меня один клиент спросил такой вопрос. Как вы считаете, сейчас в период пандемии надо вакцинироваться или не надо? Я говорю, а вы как считаете? Я считаю, что не надо, потому что? Я говорю, почему? Потому что если бы мне разрешили вакцинироваться другой вакциной, вот я бы принял решение, потому что почему политики навязывают мне свое решение? Но давайте посмотрим. Вакцина – это продукт, правильно? Конечно. Так ведь? Абсолютно, да. Каждый хочет продать свой продукт или свою колбасу в максимуме или в Риме. Каждое государство хочет продать свой продукт. Твоя задача – не остаться голодным. Ты можешь занять глобальную такую позицию, что нет, я хочу только эту колбасу и буду ждать, когда ее завезут. Твое право. Да, но вот не хочется опять-таки уходить в политику. Мы сейчас, наверное, вот эту такую тему, может быть, вакцинации чуть-чуть передвинем. Но все-таки завершая эту тему, ведь все, что вы сказали, абсолютно, наверное, верно, с этим сложно не согласиться. Но ведь бывает какой-то момент в жизни, ну, не знаю, общества. Вот мы это из истории. Вот если мы посмотрим, это не первая далеко пандемия в истории человечества. И чума была, и оспа, была эта эпидемия полиомиелита. Но в основном детей, конечно, касалось. Тоже был разный процент вот этих антиваксеров, которые кричали, что вырастут рога, хвосты и так далее. Все это было в истории человечества. И, к сожалению, мы констатируем, что человечество особо не меняется. Как-то не странно. Но вот с другой стороны, ведь, может быть, общество может дойти до такой критической черты, когда человек уже не... Ну, не должно быть так, что человек говорит, ну, вот это мое право. Я хочу, я прививаюсь. Я не хочу, я не прививаюсь. Это вот, может быть, это не совсем удачное сравнение. Ну, как, не знаю, как с правилами дорожного движения. Кто-то скажет, а зачем мне? Ну, вот я сел в машину, да, так сказать, хорошую машину, вообще большую. Ну, условно говоря, зачем мне эти все эти ограничения, эти правила. Ну, вот. Но, тем не менее, общество как-то эти процессы регулирует, понимая, что в противном случае вообще может произойти с дорожным движением, да, и со всеми нами. Это тоже жизнь человека. Вот такое ощущение, что, как кто-то говорит, мое тело, мое дело, уже мы дошли до той грани, знаете, когда у нас было там три заболевших весной прошлого года, и то в основном привезенные им антиваксеры говорили, ну, что вы рассказываете, там, среди ваших вообще знакомых есть какие-то больные? И действительно, ты смотрел и говорил, да, вроде нету. А сейчас, когда мы видим, что вот эти снаряды, если так можно сказать, падают вот уже близко к нам, да, а, к сожалению, по многим уже ударило, может быть, действительно, в какой-то момент все общество, не только там политики, должны сказать, так, стоп, теперь такая ситуация, вот, когда мое тело, мое дело не проходит. Мы все в какой-то степени можем стать или стали биологическим оружием. Мы этот вирус можем передавать другим людям, которые, в воде не хотят болеть, да, поэтому, извините, уже это не ваше личное дело. Вот смотрите, с точки зрения, если все это перевести на психологию. Да. Человек должен соблюдать социальные рамки, социальные нормы или по-другому можно сказать границы для того, чтобы остаться в социуме, правильно? Здесь все то же самое. Хочешь остаться в социуме, соблюдай, пожалуйста, рамки поведения, рамки условностей и так далее. Да, потому что тогда ты останешься в социуме. Не хочешь соблюдать, тогда будут приняты некоторые санкции, да. С детьми почему-то, когда они не сидят на уроке, хорошо, мы их вызываем родителям, там, отправляем на предмет комиссию, меняем программу и так далее. Со взрослыми, если он нарушает рамки, мы отправляем его, значит, на медобследование, на свидетельствование и так далее, да. То есть, и опять-таки, какие-то санкции, да. Ты можешь там работать, можешь находиться в социуме, можно тебе к кому-то приближаться. Здесь, с точки зрения, если твое тело, твое тело, твое дело, да, ты можешь твое тело, твое дело, но тогда есть рамки социальные, в которые ты просто не вписываешься. Здесь вся та же самая психология, ты сам выбираешь. Человек выбирает сам. И когда, вы знаете, вот это вот такая акцентуация характера, нет, только так или не так иначе. Ну что это? Истерическое это. Откуда это, да, большие страхи, откуда это? Предубеждения, установки жизненные, уверенности, неуверенности. То есть, ну, нужно разбираться или в каждом отдельном случае, или в целом. Но есть правила, да, правила в обществе. Правила, вы знаете, вот вы сейчас назвали вот все эти пандемии, которые раз, все эти пандемии, которые были раз в сто лет, и там то же самое, вот если мы посмотрим на описание, как велась борьба, чтобы остановить те или иные процессы распространения, и все то же самое было под копирку. Те, кто говорили, что нужно соблюдать правила, их называли какими-то там, которые хотят лишить человечества там и так далее. Ну, в принципе, почему человек живет больше 45 лет? Ну, только потому, что мы от рождения все вакцинированные, да, у нас от рождения прививки. Только потому, что большинство общества имеет противовирусные всевозможные препараты. Мы принимаем препараты. То есть, с точки зрения медицины, если бы мы не принимали вот всю эту химию, как они называют, мы бы не дожили с вами до 45 лет. Просто вы не дожили. Да. Вот такой вопрос. Вот и все. Такой вопрос, который, ну, он действительно именно из разряда психологии, мне кажется. Вот когда ты смотришь там вот на заявления этих политиков, опять о политике мы вынуждены говорить, но сейчас чисто психологическая точка зрения, то мы видим, что зачастую вот сеньоры, уважаемые пенсионеры, такой как бы статистический объект. И когда они говорят, ну вот да, 60% пенсионеров, ну, сеньоров группы риска вакцинированы, это очень мало. Ну, вот и начинают там какие-то статистические разрезы. А почему нельзя вот просто подумать, посмотреть на каждого сеньора в отдельности и понять, что вот действительно у каждого своя ситуация. Вот интересно, на днях был сюжет замечательный. Сейчас в разные районы Риги, не знаю, почему это раньше не делаю, приезжает автобус, да, и вот люди стоят там в очереди, что вакцинироваться. И один пожилой человек, русскоязычный, кстати, говорит, что ему почти 82 года, и он говорит, что, понимаете, я вот живу рядом, вот прямо напротив, вот автобус подъехал напротив моего дома. Если бы он подъехал летом, я бы привился летом. Да, ну, то есть это понятно, что одинокий человек, да, который, может быть, уже, понятно, люди в силу возраста плохо слышат, плохо пишут, не знаю, там тяжело им далеко передвигаться, не хочется вообще транспорт бояться тоже из-за этого заражения. И действительно им удобно, когда к дому подъезжает автобус и их прививает, или еще лучше вообще в квартире. Ну, может быть, кто-то не хочет квартиру пускать, всякие разные психологические ситуации бывают. У меня есть такое ощущение, что чиновники не видят конкретного сеньора, да, кто-то одинокий, у кого-то родственники уехали, некому посадить его машину привезти, кто-то считает, что действительно в поликлинике тяжело, ему не поднимется на второй этаж или на третий. Ну, то есть, 101 случай, и чиновники не видят, что не может быть какой-то общей статистической ситуации, всех по линейке построить, семейный врач там всех обзвонит, и все. Да, вы абсолютно правы. Здесь пока что нет индивидуального подхода, но этот подход, насколько мы можем видеть, он пытается быть найден. И вот у нас уже появился автобус. Значит, до этого додумались только сейчас. И замечательно, что до этого вообще как-то додумались. Просто вот эту ситуацию не нужно политизировать. Сейчас, когда идет полемика, на каком языке распространять информацию о прививках, важности или не распространять, в принципе, ну, немножко кощунственный вопрос, да, с учетом того исторического фактора, что здесь очень большой процент населения 65 плюс, действительно плохо владеет государственным языком. Это политизированный вопрос. Очень печально, что он у нас есть, но то, что уже делаются какие-то возможности. И, кстати, вы знаете, пенсионеры – самые ответственные люди, на самом деле. Поэтому и говорим, да. Если с кем-то хочешь идти в бой или в разведку, бери с собой хорошего пенсионера. Он будет и здоровый, и привитый, и в бою тебя не бросит и не предаст. Да, как когда-то говорили, лучше со здоровой пенсионеркой, чем с больной пионеркой. Да. Да, сходить в поход. Да. Тем не менее, факт остается фактом. Самые уязвленные из своей населения – это люди 65 плюс, и они же самые ответственные и самые уязвимые. Потому что так тяжело, как болеют эти люди, так даже молодежь не болеет. Хотя сейчас говорят, что вот этот новый дельташтамм, который мутировался, очень сильно поражает и молодых людей, и мы видим это и по статистике, к сожалению, к печальной, и обратиться ко всем слоям населениям. Дорогие друзья, будьте ответственны. Если у вас есть какие-то страхи и сомнения, опять-таки ставим на весы ценности. С одной стороны, что вы слышите, с другой стороны, ради чего вы, зачем вам жить, и все. И там будет все понятно. Вот поскольку действительно у вас такой колоссальный опыт работы, я знаю, что есть такие разные группы по интересам пожилых людей. Но сейчас я понимаю, что тоже очень часто приходится общаться через экран, как разнообразить жизнь пожилых людей, которые так чувствовали себя каким-то образом замкнутыми. Вот у них была возможность собраться, наверное, коллективно как-то позаниматься тем, чем, может быть, в процессе трудовой жизни у них просто не было времени, руки не доходили. Сейчас есть такая возможность вроде бы заняться, свою какую-то мечту реализовать, пускай маленькую, но свою мечту. И вот опять этот локдаун. Что вот, не знаю, через экран, что тоже можно делать, как вот сделать так, чтобы не ощущали себя люди совершенно, не знаю, забитыми, заброшенными и так далее? Вы знаете, здесь рецепт для всех абсолютно одинаковый. Как я говорила в начале, давайте посмотреть на то пространство, которое у нас на самом деле есть. Если мы начнем попробовать увидеть себя, пространство шире, чем оно есть, это пространство через ощущение себя. То есть можно заняться физически собой. Больше гулять, разнообразить свое меню, заниматься какими-то любимыми делами, больше заниматься интеллектуальной деятельностью, включить себя. Следующее – это пространство через то, куда можно сходить. Смотрите, улицы же не закрыты, и если нет транспорта, ну, условно, да, что транспорт, мы не едем и деньги не тратим, мы можем докуда-то начать ходить пешком. Это очень полезно. Если посмотреть шире. Во всех случаях, да. Очень полезно, да, замечательно. Мы вот, я говорю, вот я сейчас целую неделю со всеми разговаривала, основная тема наша была это, как я могу расширить свое пространство и понимание себя. Ведь это же, знаете, сродни такого ощущения, вот задайте себе вопрос, представьте, вы городской житель, и вдруг вам говорят, ты переедешь жить за город, на дачу, и у тебя охватывает ужас, что я там буду делать, цивилизация далеко, магазин далеко, это далеко, театр далеко, центр далеко. А если посмотреть шире, ведь площадь четырех стен примерно такая же, как и в городе. Но у тебя добавляется еще двор, то есть территория твоя. И вот ты уже за городом. И у тебя физически пространство становится больше, чем на самом деле есть по ощущению. И следующий вопрос. Если нас говорят, вот магазины закрыты, и там ностальгия была у многих, как раньше было хорошо. Я всем с вами заговорю, говорю, друзья мои, мы с вами вернулись назад в 80-е, 70-е, когда магазины работали до 19-ти. Давайте с юмором посмотрим на это. Кстати, да, и были даже обеденные перерывы. Внести туда какую-то долю, вот свою собственную долю и посмотреть, что это для меня и где я в этом могу найти ресурс, как я под это могу адаптироваться. Не просто адаптироваться, а я, как я могу посмотреть еще на два шага вперед, все равно это закончится. И моя задача только здесь и сейчас как-то удержаться. То есть смотрим вперед, смотрим на вот эти надежды, которые есть. Что я сейчас для себя сделал? Я сейчас привился. Я сейчас больше двигаюсь. Я сейчас должен разнообразить свое меню. Я могу, наконец, кстати, пространство в виде новостей. Ведь пространство в виде новостей, оно же очень нагружающее и сужающее. Оно получается такое удушающее. Если мы много времени проводим в социальных сетях, если мы много времени проводим у телевизора, получается, что этот шквал нас сужает. И у нас вот такое ощущение сдавленности. Боже мой, как это все пережить? Все дорожает, все там гипс снимают и так далее. Но что на самом деле я вижу? Я могу от этого выйти на дистанцию. Насколько я могу это себе позволить? Выйти на дистанцию, начать как-то дышать грудью, посмотреть, что же это для меня на самом деле кардинально изменилось. Но по большому счету, друзья мои, но не ходим мы каждый день в большие магазины за большими покупками. Скорее, это был для нас как досуг. Посмотрите за эту пандемию, какие плюсы появились. Мы стали видеть Латвию. Ведь народ стал путешествовать по нашей замечательной, чудесной, красивейшей стране Латвии. Какие чудесные новые места открылись. То есть если мы стали с семьями чаще встречаться, собираться, то есть посмотреть шире, что мне дает это пространство. С другой стороны, вот вчера у нас с коллегами было собрание, как же пережить вот эти все удаленки. Дальше разобраться как-то себе, отделить, где я работаю, где я живу. Сейчас большинство перешло на удаленную работу дома. Дома ты тоже можешь попробовать, наконец-то, научиться этому самому тайм-менеджменту. Да, ну что-то ты можешь сделать для себя. Кстати, да. Потому что что-то сделать для себя. Посмотреть на это время, как на время, когда мне никогда не хватало времени. Я всегда мечтал, но не мог. Да, работать мы стали все, по факту, больше, те, кто работают. Это правда. Да, времени у нас стало уходить больше. Это правда. Но, с другой стороны, мы можем что-то найти и хорошее. Может быть, наконец, я научился выгладить себя на улицу. Может быть, я, наконец, стал на балконе делать физкультуру. Может, наконец, я купил кактус, за которым ухаживаю. Да, то есть что-то для себя. Может быть, я стала общаться. Ведь общение – это тоже расширение пространства. Вот то, что вы сказали, мне кажется, что это можно и отнести, кому-то не покажется странным, и к школьникам. Я почему говорю? Потому что, мне кажется, зачастую сами педагоги, при всем как неуважении, они драматизируют ситуацию. Да, наверное, в начале вот этой первой волны, когда действительно детей посадили, как мы говорим, на удаленку, было им тяжело. Особенно, наверное, младшеклассникам и сегодня тяжело. Ну, люди ко всему привыкают, и сейчас я вот там посмотрю, смотрю там по своим знакомым и так далее, да. Ну, дети все равно общаются, даже во время каникул или во время удаленного обучения. Во-первых, они общаются. Да, это, может быть, не самое полезное общение, но, тем не менее, через компьютер они могут встретиться на улице. У нас пока днем разрешено выходить без ограничений. Поэтому здесь тоже не надо драматизировать, когда педагоги, многие так вот судорожно держатся за это очное обучение, несмотря на то, что мы видим, что, к сожалению, школы оказались одним из таких вот рассадников инфекции, что, в принципе, понятно, люди из разных домашних хозяйств приходят. И мне кажется, что тоже не надо драматизировать, что только вот за партой и все. Здесь, с точки зрения школы, много вопросов стоит. Самый главный вопрос – это стоит контроля и мобилизация, да, внимания. Очень тяжело удержать внимание ученика, который по своей природе достаточно должен быть неусидчив, шустрый. Столько часов у экрана. Конечно, уровень утомляемости выше. И потом следующее – это процесс контроля, да, то есть чтобы ученик был именно выключен в деятельность учебную, да, а не занимался параллельной деятельностью, да, полэкрана занимает урок, а полэкрана – игра. Здесь скорее вот об этом вопрос идет, да, то есть с точки зрения учебы учителей, сейчас для них самое нелегкое время, и только им сочувствие, мужество и терпение. Но в удаленке есть тоже, конечно, свои плюсы. Свои плюсы скорее для взрослых, чем для детей, потому что дети, конечно, в школе они находятся прежде всего под контролем. Дома они находятся без контроля. В школе они находятся… В этот период родители отдыхают психоэмоционально от своих чад, а дети отдыхают от родителей. Это тоже нормально, потому что всем нам нужно расстояние друг от друга, знаете, как уйти, чтобы вернуться. Нам нужно чуть-чуть соскучиться друг по другу, и тогда у нас все будет хорошо. Вот. Домашнее обучение – это очень сложное обучение. И школьникам и учителям здесь сложно, родителям сложно. Сейчас не позавидуешь тем, у кого дети школьники, им самое сложное. Здесь нужно быть сверхвиртуозом, чтобы уметь организовать и мочь организовать пространство школьное и для ребенка, и свое рабочее, и еще как-то всем этом не сгореть, и не переругаться, и не передраться. Да, то есть что можно рекомендовать? Чаще проветривайте помещение, переходите из помещения в помещение, не сидите на одном месте, меняйте дислокацию. Вот. И выходите обязательно на улицу. Да, но учиться тяжело. В начальной школе это практически невозможно, в старшей школе еще как-то, а средняя должна быть под контролем, потому что это возраст такой, возраст контроля. Это достаточно тяжело. Да, может быть. С точки зрения экономии времени, вот эти все репетиторы и прочее, да, это выгодно и удобно по времени на дистанции делать, потому что очень сильно сокращается расходное время на дорогу. Ну, может быть, такой тоже еще психологический вопрос. Я понимаю, что мы забегаем чуть-чуть вперед, сейчас бы пережить весь этот ужас, но, тем не менее, будем надеяться, что рано или поздно это закончится. Не знаю, когда к весне, наверное, будем надеяться, что еще один мутант к нам не придет. Нет ли таких опасений, что психологи будут сталкиваться с проблемой десоциализации в том плане, что мы станем еще более замкнутыми. И так, в принципе, наше латвийское общество имеет такую особенность, в отличие, может быть, там, не знаю, этого единого советского общежития, что мы, ну, не так часто ходим друг друга в гости. Я говорю, в целом, да, вот в целом в обществе я не имею какую-то отдельную конкретную семью. Мы, в принципе, в этом плане достаточно так холодны, да, то есть мы общаемся с коллегами на работе, ну, самых близких, может быть, родственников приглашаем к себе домой изредка. Но, в принципе, так вот мы вот семьями друг к другу в гости не ходим, в целом, в обществе. Не будет ли так, что мы еще больше замкнемся, в лучшем случае по телефону будем общаться с друзьями, знакомыми и родственниками? Вы знаете, ну, я бы не сказала, что раньше мы сильно общались друг к другу с друзьями и родственниками, потому что, ну, то, что мы достаточно дистантны, это да. Все наши ментальности, природы, погоды, стоявшихся таких этнических особенностей, да, мы немножечко дистантны. Но мы еще не входим друг к другу в гости, потому что у нас сейчас очень сильно нету нормативного времени рабочего. У нас у всех разное рабочее время. Мы работаем в разных условиях. У нас, в принципе, занятость 24 на 7 у многих, и у нас не совпадают графики. У нас нету стабильных выходных, когда это суббота, воскресенье, стабильный выходной. Сейчас такого нету. Сейчас многие работают в смешанном графике, поэтому мы стали реже встречаться. Но за эту летнюю пандемию, наоборот, появился такой процент населения, который стал встречаться поколениями. Небольшой процент, но тем не менее появился, когда стали поколениями куда-то выезжать. Сейчас сформируется какое-то новое устройство общества, новый уклад. То есть сейчас мы претерпеваем новые временные запросы к человеку и обустройство своего быта и социума, в том числе связей. Да, так есть. Сейчас работы стало очень много. Время и занятость. Если раньше мы могли пообедать друг к другу сходить, то теперь, извините, это большая роскошь. Тем не менее, исходя из своих клиентов, вы знаете, я все равно слышу такие теплые слова и отзывы, что в семье встречались, что внуки приезжали, с внуками общались. Многие, кстати, в зуме, в скайпе и во всех этих новых технологиях, в ватсапе по видео стали больше общаться со своими внуками, нежели раньше. То есть это тоже какой-то новый виток. Ни в коем случае мы не говорим, что это лучше или хуже. Нет, мы не говорим об этом. Мы не говорим от этого, что так хорошо. Мы говорим, что сейчас по-другому. И к этой реальности тоже нужно как-то адаптироваться. Что как раньше не будет. Будет другой запрос времени. И у каждого времени свой запрос. И в том числе на динамику общения. Может быть, такой последний вопрос. Мы в какой-то степени его затрагивали во время вот этой первой или второй волны пандемии. Тут уже надо все это делить на волны. Вот с одной стороны, последние данные были, что вот это домашнее сидение прошлой зимой. Вот сейчас у нас определенный бэби-бум. Насколько это в Латвии возможно. Действительно какой-то определенный небольшой спресс к рождаемости. Если это хорошо, люди все-таки нашли чем полезным заняться во время вот этого карантина. С одной стороны, с другой стороны, мы видим и противоположную проблему, когда семьи рушатся. И это уже тут ничего хорошего нет. Это как бы трагедия. Казалось бы, так давно не было возможности побыть вместе. И оказалось, что вот это длительное нахождение вместе, это намного хуже, чем вот какая-то дистанция. Что с этим делать? Ведь очевидно, что это станет проблемой на многие месяцы вперед. Потому что люди, ну не знаю, с удивлением узнали, что долго находиться в заплатном пространстве вместе. Даже вроде бы любящие друг друга люди не могут. Как это ни странно. То, о чем мы говорили с вами чуть-чуть выше, нужно находить те способы, когда можно расширить свои пространства. То есть мы будем искать новые формы коммуникации, даже уживаться вместе. Сейчас очень большая волна прошла у молодежи, когда молодежь говорит, что мне лучше одному или одной. Мне так легче, нежели строить какие-то связи, строить парные отношения. Мне так легче. Да, некоторый период времени будет и так. Но человек, существо социальное, оно все равно тянется друг к другу. Сейчас вот эта вся общая волна и вот эти последствия коронавируса. Ведь знаете, вот Станфорд сделал исследование, чудесное исследование. Оно, кстати, опубликовано. И там говорится о том, что последствия коронавируса – это усталость, веселье, чувство, ощущение какое-то непроходимого, легкого, депрессивного состояния и ощущение такое, что нет сил, как бы не хватает духа, дыхания двигаться вперед, что-то много делать. Значит, будет перестройка опять, адаптация под новое, что должны пройти время, пока человек восстановится. И что примерно до полугода нужно человеку, чтобы восстановиться. Значит, этот период такой, нужно смотреть на это с уважением. Вот я за то, чтобы не делать жестких оценок, никуда человека не гнать. Относиться с уважением. Конечно, соблюдать все рекомендации медиков. Потому что главные медики сегодня. Политикам нужно опираться на медиков обязательно. Да, вот это. На часу весов ставить ценности. И прежде чем, если у вас есть такое желание публично высказать мнение какое-то, всегда думать, как же это мнение может отразиться на других людях. Это очень важно, да. Отношение к себе и к другим. Мы же видим, сколько людей сейчас умирает. Как много сейчас умирает. Сейчас уже у каждого практически есть кругу, либо заболевший, либо умерший. Да, это правда. У каждого. Да, и, наверное, это тоже такой... В нашем кругу тоже. Да? Тоже, к сожалению, да? Да. Да, и вот это такое еще и замечание работодателям, которое, я думаю, будет сталкиваться с такой невидимой ранней проблемой, действительно человек переболел, он не сможет сразу в полную силу включиться в работу, чего раньше не бывало. Казалось бы, человек вышел с больничным, вот он полноценной работой, значит, он выздоровел. Сейчас это восстановление, вот эта особенность, еще одна такая страшная особенность COVID-19, выбивает людей на месяц, иногда даже до года вот это все восстановление идет. И понятно, что КПД работника будет несколько ниже, и, видимо, работодателю тоже надо будет с этим считаться. Это еще одна реальность. Да, и то, что у нас сейчас кадровый дефицит во всех отраслях, это тоже реальность, которую нужно понимать, что она есть. Поэтому бережное отношение к людям, бережное отношение к человеческому ресурсу, максимально бережное. Вот бережно в трудовых коллективах, берегите друг друга. Самое дорогое – это вот чувство коллегиальной поддержки. В семьях это чувство поддержки и понимания. Не нужна сейчас никому ни критика, ни осуждения, ничего. Нужна поддержка, позитивные эмоции, смотреть в будущее, искать реальность, из той реальности, что есть, искать то, на что можно опереться в себе, и искать позитивное. Я понимаю, что сейчас шквал критики будет, но тем не менее. Это, я думаю, очень позитив. И еще раз позитив, я думаю, хаошее завершение нашего эфира. Алена Якоб у нас была на прямой связи посредством Зума, доктора психологии. Очень надеюсь, что мы встретимся очно, и радиослушателям будет удобнее, и всем нам. Спасибо большое. Спасибо большое.